Привет, друзья! Вы когда-нибудь думали, почему у большинства видеоблогеров так много монтажных склеек? Нет, не так. Секунду. Вы когда-нибудь думали, почему у большинства видеоблогеров так много монтажных склеек? Разумеется, это прикольно смотрится, когда монтаж сделан качественно и со вкусом, как у Макса Галополосова. Но у большинства блогеров всё гораздо прозаичней. Они просто вырезают в процессе монтажа те моменты, когда они подсматривают в текст. Ну а чтобы склейки не были так заметны, оставшиеся фрагменты либо зуммируют, меняют ракурс, если съемка ведется с нескольких камер, или вставляют заранее отснятый футэдж. Но сейчас я покажу вам товар, который поможет избежать подобных склеек, если они вам не нравятся, и сэкономить кучу времени в процессе монтажа. Итак, товар поставляется в такой специальной сумочке, сделанной из полиэстера. Очень удобная, между прочим, закрывается на молнию. Фирма, которая производит эти вещи, называется Pixair. У меня уже был один товар на обзоре от этой фирмы, и он очень крутой. Если вы помните, можете посмотреть видео, я оставлю ссылку в описании или кликнув вот здесь по подсказке. Так выглядит эта вещица, и сейчас я вам расскажу, что это такое и с чем ее едят. Профессиональные видеоблогеры или, наверное, просто видеомейкеры уже догадались, что это такое, но о тех, кто не знает, сейчас я вам расскажу. В комплекте с этим товаром идут специальные кольца с насадками для разных объективов. Где-то тут еще были. Все эти кольца нужны для того, чтобы надеть этот товар на объектив вашей камеры. Здесь практически есть все насадки для любых типов объективов. Снимаем крышечку, достаем кольцо и накручиваем на наш объектив. Далее вешаем наш товар на это кольцо накрученное. Открываем специальное приложение, которое я скачал тоже от этой же фирмы Pixair, которая сделала этот товар. Включаем его и запускаем текст. Далее вставляем наш смартфон сюда. Затягиваем кронштейн. Вставили смартфон в наш телесуфлер. И смотрите, что у нас получается. Мы видим все изображаемое на этом смартфоне в отражении этого стекла. И это очень удобно. Вы читаете текст с этого суфлера. Объектив стоит за этим стеклом. И создается ощущение, что вы просто произносите текст, выученный наизусть, глядя в объектив. Телесуфлеры относятся вообще к профессиональному оборудованию, но здесь очень интересная история. Это довольно компактная вещь, которая пригодится даже для блогеров. Ее можно накрутить на объектив и не думать над какими-то дополнительными кронштейнами для крепления этого суфлера. А если вы прикрутите к вашей камере какую-нибудь палку, то с этим всем можно довольно-таки смело бегать по улице и читать текст суфлера. Это, конечно, не для всех блогеров пригодится, но, думаю, для каких-нибудь новостных тематик очень даже в самый раз. И это, друзья мои, единственный в мире компактный мобильный суфлер, который подойдет как для больших камер, так и для маленьких. Пиксары заявили, что они собираются сделать какие-то крутые кронштейны для экшн-камер типа GoPro или Xiaomi. И даже можно, по-моему, на смартфон будет снимать в скором времени, читая текст суфлера, в котором располагается другой смартфон. О как. И вы свободно читаете текст суфлера без лишних склеек. Главное, что это очень сильно экономит время при монтаже. Хорошо, конечно, когда вы можете выучить текст наизусть перед съемкой. Это и мозг прокачивает, и вы смотритесь более гармонично в кадре. Но, к сожалению, не все обладают достаточным количеством времени. Поэтому я считаю, что неплохо, когда такой суфлера есть в качестве дополнительного оборудования. Во всяком случае, я им раньше не пользовался, но мне нравится этот товар. А вот вам и еще лайфхак. Многие люди воспринимают камеру как бездушную машину, с которой не о чем пообщаться. В принципе, они правы. В итоге получается скомканная, сдержанная речь перед камерой. И ты не видишь собеседника в лице камеры. Ты видишь лишь эту бездушную линзу с отблеском твоего отражения. Вешаем суфлер на камеру, поворачиваем таким образом. Просим друга встать так, чтобы его отражение смотрело на вас во время съемки. И начинаем запись. Создается ощущение, будто вы беседуете с другом во время съемки. Появляется уютная атмосфера для ваших зрителей. Еще забыл сказать, что если у вас нет объективов, к которым подходят эти кольца, то у Пиксайра Мобиус есть снизу специальная штативная резьба. Вы можете установить его на любой штатив и пользоваться при съемке даже со смартфона уже сейчас, без дополнительных переходников. И самое важное, что Пиксайра это российская разработка. Это российская фирма, которая находится в России. И я считаю, что своих разработчиков нужно поддерживать. Более того, этот телесуфлер стоит действительно копейки по сравнению с теми суммами, которые вы можете отдать при покупке телесуфлеров от других производителей. Их приложение для работы с текстом предельно простое. Тут можно загружать текст прям с компьютера в облачный сервис Пиксайра и потом открывать его на приложение. Это очень удобно. Ну и естественно, можно просто создавать текст прям в мобильном. В настройках можно изменить размер шрифта, скорость прокрутки, межстрочный интервал, цикличность, зеркальность и прочие разные параметры, которые обычно есть у всех программ для телесуфлеров. Но самое интересное, что они планируют ввести распознание речи. То есть, когда вы будете читать текст суфлера и вдруг решите остановиться или поимпровизировать, то текст автоматически остановится, чтобы у вас немного было время для того, чтобы отклониться от сценария. Это круто. Я, конечно, не знаю, как это будет реализовано на практике, но звучит многообещающе. Ребятам из Пиксайра я просто говорю спасибо за то, что разработали такой крутой доступный суфлер и предоставили мне его на обзор. Спасибо, я надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, тогда ставьте лайк обязательно и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч!